В следующий раз ночи. Пожалуйста. Мало, я подрастаю. Ну, что делать? Ну, как обычно. Этеология. Зачем стали заниматься? Какие проблемы? Я еще вчера думала по-другому рассказать. А сегодня меня осенило. Вот, товарищ. Мне бы не подсказал, как это все понеслось. Я была такой пацанкой, лазила по деревьям по крышам. Летом море Азовское, а зимой к родне... Это в Москве? В Москве. А зимой к родне папы Я была в Лизанской области. Снег, посмотри. Снег это редкость. В Мариуполе. Покататься на лыжах. Может, на коньках. Мечта коньки. Я убегала в лес Азовское озеро. И смотрела, где речка замерзла. Как интересно. Можно попытаться. И как-то раз, хорошо катнулась. Как хлобыснулась всей спиной. Полежала, было мне темно в глазах. Ничего не помню. Да, конечно, забила. Забила конкретно. Конкретно и звезды были. И все было. Ну, думаю, ладно, пойдет потихонечку. Когда там выкарабкалась. И вот с этой пары что-то уничтожает. Ну, никак. Болит, то болит, то не болит. От физкультуры у меня 40 лет. Какого там было? Лет по 14. Ну, точно. Ну, лечение пошло. Электрофорезы всякие. Всякие блокады на бокаиновые и так далее. Лежали в больнице. Ну, не могу ходить. Как? Ну, на бокаином покололи. Все нормально. Ну, она сдвигалась. Надоело, как я все говоря. Эти процедуры все. Потом пошло расстройство женских вещей. Электрофорезы всякие. Они же тоже там влияют. Одно лечится, другое конечно. Вот. Потом врачи говорят, ну, рожать нельзя. Ну, поднимать нельзя. Осторожненько, осторожненько. Жить нельзя? Нельзя. Ничего нельзя. Ничего я не понял. А так как, ну, хочется все время двигаться. И прыгать, и волейбол. И вообще все интересно. Я перестала их слушаться. И потихонечку, с этой водой, периодической, начала заниматься. Восстановила себе волейбол. Прошла в институт. Закончила институт с этим волейболом. Не вышибала? Ну, местами. Приступовое болевое. Да. Ну, было. И залпали. Вот. Потом гимнастика. Поискариваться чего-то надо. В институте два года гимнастика. Ничего. Нормально. Можно с этой болью жить. Такой тлеющей. Не можно было жить. Потом закончила. Закончила институт. Деванадцатый первый год. Тут распределение не дали. Ничего себе, что делать. Подождала до девяносто второго. Работы нет. Ситуация будущего кончилась. Надо что-то со мной удумать. Ну, а так как меня носит всю жизнь. Мотаю туда пасть. Земли. Полетела в Польшу. Полетела в Польшу. Понятно. За люблю, как говорится. За нормальной жизнью. Посмотрела, что да. Можно нормально, оказывается, жить. И быстро. Притом быстро. Тут семья, тут ребенок. Некогда думать. Как говорится, о себе. В эту культуру вот пошла. А оно побаливает. Нельзя было рожать. Родила. Ладно. Кнула на них рукой. После родов хуже. Хуже и хуже. Думаю, ну если мне там болевок помог попрыгать. Наверное, здесь попрыгать надо. Но аэробика была. Приложение. Ладно. Придела на аэробике. Ну что-то не то. Знаете, вот аэробик у нас в первом минуте, значит, в свое время, когда в девяносто начались по телевизору, прошли первые сеансы, там была эта группа Иванова. Был такая Иванова. Там эти красивые девочки были. Там была Таня Зиманова. Я их помню пофамильную. Потому что мы там были с ней все. Значит, и вот у них всех были страшные фигмы. Я помню, значит, когда они получили от Джеймс фонды вот такие толмуды, пришли к ним сюда. Они смотрят, представят, а значит, показано, допустим, когда стоишь на коленях и на руках вот, да, и захлёст ногой назад. Там показано, зачем это нужно? Нельзя. 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 Они все наделали. Понимаете, да? Моя аэробика была такая. Ну понятно. Ну пошла, сделала рентген или там всякие. У вас все нормально, у вас все нормально. Ну как же нормально? Как болит? А что мне болит? Как рентген не помню? Ну понятно. Куда меня врачи высылали туда и ходила. Вещей-то не видно. Ну не видно ничего. Было у вас все нормально. Только отклонно. Не понимаете ничего. Ладно. Начала сама уже сам как-то плаванием хорошо. Ну плаванием тогда. Да. Была. Лучше, лучше, лучше. Ну и потом как-то случайно ребенка затащила в нам в этот дом. А сама сидела, ждала, ждала. И у меня была зал очень тихо. Темно. Подозрительно тихо. Ага. Делать нечего. И так надо ребенка ждать. Пришла. Прилатили. Интересно. Занималась. А очень забыли. И забыли. У вас получится. Я говорю, что у меня получится. Все хорошо получится. У вас занимайтесь. И вот начала заниматься. Двенадцать лет уже занимаюсь. Периодически там конечно и ангара. И микротравмы конечно получила. Все нормально. Обязательно не получается. Пранаява. Разные типы. Но Польша это очень религиозная страна. Очень религиозные люди. Я считаю, что в Европе это самые религиозные люди. Которые. Там монеты, да. Да. И вот всякие какие-то мистические вещи и какие-то странности в йогу не пролазят. Потому что не разрешают во-первых в костел. А во-вторых люди, которые входят в костел, они отрицательно относятся ко всяким вещам, которые нельзя пощупать. Да, да. Это хорошо. Вот это хорошо. Я вот слушаю эти всякие. Пробовали все-все-все. Мне не удалось попробовать все-все-все. Потому что я там почитала по чакрам. Но не больше. Так скажем. Мне не понесло. Очень хорошо. В ту сторону меня физическая составляющая очень интересовала. Реальная составляющая? Очень реальная. И мне надо было понять. Мне надо было понять. Я как технарь. Мне надо было понять, почему мне нужен ответ и пощупать. И проверить на себе. Вот. И это удержало, слава Богу, от всяких-то странностей, на которых я не потратила времени просто. Вот, конечно, периодически были у меня какие-то унесения, что надо сильно, надо высоко, надо ниже, надо то. Потом усталость сумшеджа. И что-то не так. Что-то не так. Инструктор, которого я сделала курс, свой инструктора в школе. Я поняла, что он преподает по одному, а то не занимается по другому. Какой-то скотин. Какой-то скотин. Ко мне приезжает, допустим, преподатель йоги Энгара. Почему? Нет, это не была Энгара. Она называется, можно на самом деле идти, академическая йога. Почему? Это был профессор математики. Завел на математику, начал заниматься йогой. Занимается йогой 30 лет. И перенес йогу. У него так получилось, я не знаю как, в Польше, в католической стране. К йоге костюм очень негативно относится. Но у него так получилось модифицировать йогу на спортивной земле, что он занес йогу в политехнический институт и распространил по институтам. Это вообще для меня уникальная возможность. Вот так, как на институте молодые люди и занимаются физически. Йога, она называется, физическая очень. Это молодые люди. И они только на физику направлены сконцентрированные на физику. Больше ничего. То есть он с ними занимается хорошо. Его там, как говорится, финансирует государство. И, как говорится, он принял такую форму. Она ему хорошо идет. Он там ездил многократно на Энгару. Они общались, они там учились вместе. Но сказал, что Энгар нет, у меня свой метод. Так как я техна, так как я биофизика, биохимия. И он нас выстраивал в линейке, в симметрии и так далее. Я все нам объяснял, рисовал, как тело должно выстраиваться. То есть физику больше. Фома Энгара. Какая-то модификация. Да. Модификация, но, как говорится, ненасильная. Но не зерстая. Но не зерстая. Да. Которая проблема? Ну, я тихонечко слушаю, что он дома занимается по-другому. А нам это не преподает. Не дает нам это. Ну и... Что же это? Что же это, да. В одной поездке, как я вчера уже говорила, через Киев. Ехала я к родителям. Долгень была по Киеву, зашла в книжный магазин. Я была очень долго связана с полиграфией. И мне попалось... Боже, какой переплет. Какая обложка. Как хорошо сделала. Прям прилипла к рукам книжки. Господи. Какая... Такая нежная обложка в середине скромно. И прям, прям начала открывать, читать, читать, читать. Ой, как хорошо села в магазине. Прям... Вон оно. Вот оно. Она мне нашла, или я ее нашла. Вот. И прочитывала, конечно, коммуникации. Сначала ничего не поняла. И так шала. Первое здание что ли было? Первое здание что ли было? Здоровое такое? Не здоровое. Оно было белое. Белое. И на нем... Ну так так-то скополь. Ага. Не то он попалось. Не то попалось. Текст был же нормальный. На картинке можно... Да там был текст урезанный. Урезанный... Урезанный, но ход мыслей пошел хороший. Если ничего, читайте. Убил бы я. Убил бы я. Убил бы я. Убил бы я поеду в прошлом. И ехать. Ограничено было. В связи с работой. И визой. И вообще. Я себе наметила. Что когда-то я так сделаю. Если меня пригласат. И в феврале я приезжала в Москву, мы отцу делали операцию на плитом сердце и у меня был один день, я позвонила, я позвонила, я позвонила, я позвонила, можно ли, надо спрашивать шефа шефов, можно ли, ну ладно, приезжайте. Приехал, иначе там показывает, что минуту. Викенческий сам задумал шеф. Что? Он сам задумал шеф, так что он может быть спрашивали. Да, но все равно. Ну вы себя знаете. И вообще, с товарищем полковником нужно ополаскать. Ополаскать, да. Вот есть такая манера, я говорю, себя на ступеньку больше. Добавлять веса. Чтобы было ровно. И в феврале я тут полежала. У меня. У меня. Ложи, ты перелез, ложись, полежи. Перестань показывать, что ты умеешь. Не горячись. Не горячись, да. Приезжай и посмотри. Когда будет семинар. Ну вот я горячу. Здорово. Спасибо. Надо, чтобы было полезно. Виктория, а профессор ваш такой йога? Он назвал ее академическая йога. Нет.